Сегодня мы с вами обсудим 55-й дав трактата Шаббат, сегодняшний дав Йоми, я уже рассказывал, до конца трактата, до конца этого перека, этой главы, тут фактически будет только Агада, еще две только страницы осталось, сегодняшняя и завтрашняя, а дальше уже будет другой перек. И, как мы начали вчера, здесь Талмуд обсуждает как раз митву, которую в нашей недельной главе мы читаем, про то, что нужно упрекать других, если не упрекаешь, то сам будешь виноват, если ты можешь на них повлиять. И вот история известная про раввина, которого спросили, почему он не упрекает дом Рейш-Галута, был такой лидер Рейш-Галута, глава изгнания, так называемый, который в его доме много чего в разных местах Талмуда выглядит, что много чего делалось не так. Он спрашивает, почему ты их не упрекаешь? Он говорит, а я не считаю, что они будут слушаться, меня все равно, что толку их упрекать. Он говорит, а все равно упрекни их, иначе у тебя тоже будет грех, нужно попробовать. На самом деле эти законы, когда нужно упрекать, они очень непростые. В Шухонархе они обсуждаются в законах 10 дней раскаяния между Шишаном и Йом-Кипуром. Там в главе 608 обсуждается, когда нужно или не нужно упрекать, и, соответственно, в комментаторах Шухонарха можно подробно узнать разные детали этого закона. Но наша идея здесь поговорить больше об Агаде. Тут описывается интересная очень Агада про то, как во время Ехэскеля, когда перед разрушением храма, было, как говорится, разные знаки поставлены на лбы людей. Тав, буква Тав, видимо, слово Тав, да, но кроме буквы Тав, слово Тав вообще значит, как знак именно. И буква Тав, видимо, ставилась в знак того, что будет с этим человеком. Интересно, что в старом иврите, так называемый палео-еврит, там Тав выглядел как русская буква Х, да, как, вроде, перечеркивает что-то, да, такой крестик диагональный. В общем, вот так вот выглядел Тав. Получалось, что прямо на лбу ставили определенный вид такого икса, да, и в зависимости от того, какого он был цвета, говорится, здесь был он из крови или был он из чернил. В зависимости от этого будущее этого человека было предрешено. Кстати, интересно, что в одном месте виленский Гаон приводит, что, возможно, подсказано это в одном месте в книге Эстер, когда говорится, улеавдам, чтобы уничтожить еврейский народ, что гезера была вело бедам, можно читать слово улеавдам, вело бедам, и не написано кровью, то есть пока гезера написано только чернилами, еще можно раскаяться и исправить. Когда нужно написано кровью, то это запечатано, приговор запечатан. Еще тут очень интересно, что выглядит, что сначала Всевышний хотел праведников спасти, но потом в результате он решил, что и праведники погибнут, потому что они недостаточно упрекали злодеев во время первого храма. Так вот, есть в одном месте, где Рамбова обсуждает в самом начале своей великой книги, в начале Мишна Торен обсуждает общие принципы пророчества в том числе, и говорит об одной идее, что пророк, если предсказал что-то хорошее, то уже это не перевернется в плохое, что Всевышний, если что-то хорошее обещал, обязательно это произойдет. А вот плохое, может быть, из-за раскаяния людей еще можно исправить. И говорит, вело Мацину, но мы не находим никаких примеров обратного, кроме вот этого случая из Талмуда, что выглядит, что Всевышний сначала хотел спасти праведников, а потом все-таки и они были, и они погибли в основном. И очень странный сам язык Рамбама, и вообще, если есть исключения, то откуда мы знаем, что нет других исключений? Так вот, Раврум Маргулис предполагает, что есть ошибка переписчика, и на самом деле написано, вело Мацину должно быть вместо слова вело Амара Врагам, Алеф Алеф, да, это аббревиатура, с которой начинаются обычно пометки Райведа, Райвед, который спорит с Рамбамом. То есть, в этом месте должно быть начало Хага Райведа, это не слова Рамбама. То есть, Рамбам говорит, что Всевышний никогда не меняет свое мнение, если уже хорошее обещал для кого-то. На это Райвед говорит, Амара Врагам сказала врагам, что вот же Мацину мы находим пример обратного из нашей судьи Талмуда, что бывает, что Всевышний пообещал сначала, да, хотел сделать. Ну, опять же, то, что мы говорим, что Всевышний передумал, это тоже не совсем правильное выражение, только с нашей точки зрения, так же, как мы говорим, глаза Всевышнего, рука Всевышнего, мы не понимаем это буквально. То есть, Всевышний, конечно, знает будущее, поэтому он не то, что сначала одним образом считал, а потом передумал. Но сама Тора использует такие выражения, помните, как, например, что перед потопом говорится, что Всевышний, как бы, пожалел, да, передумал, и так же используется выражение, это по отношению к первому царю Шаулю Нихамти, да, я пожалел, я передумал. То есть, это с точки зрения человека кажется, как будто Всевышний что-то передумал. На самом деле, сам Всевышний, он не то, что меняет свое мнение, вот, но идея такая, что мы, как бы, смотрим, наверное, как будто Всевышний сначала обещал, одним образом выглядело так из-за их эскеля, а потом в результате погибли даже праведники, потому что недостаточно упрекали злодеев. Вот, и дальше, основная сугия Талмуда до конца, фактически, уже следующего дафа, то есть, и сегодняшний, и завтрашний, и завтрашний, и завтрашний мы будем говорить, конечно, завтра, но вообще, и здесь, и дальше, будет в основном очень похожая схема насчет целого ряда великих людей, старых поколений, про которых Талмуд говорит, что их грех, на самом деле, был не таким большим, как нам кажется. То есть, те, кто говорят, что нужно буквально понимать какой-то грех, описанный про великих людей, про библейских героев, они ошибаются. Вот это вот будет, одно за другим будут обсуждаться разные истории, одна за другой, да, про разных людей, и всегда вот одна и та же идея здесь на этих страницах, что тот, кто говорит, что такой-то, такой-то согрешил, он ошибается. Во-первых, здесь еще Талмуд обсуждает вообще, бывает ли такое, чтобы человек страдал не за грехи, или умирал не за свои оплошности, то есть, бывает ли такое, что человек полностью праведный умирает, если в этом как бы идея, что Гизера просто Всевышний сделал, что все люди умирают, поэтому умирают даже полные праведники, или все умирают только за грехи. Вот, похоже, заключение тому-то в том, что все-таки бывают полностью праведные люди, согласно нашей суги, есть четыре человека, упоминаются, которые умерли не за грех. Считается, что Беньямин, сын Якова, а отец Моше, Амрам, были безгрешными, и также отец Давида, Ешай, и один из сыновей Давида от великой пророчицы Авигаем, у них был сын Келавы, также его звали Даниэль. Это другой Даниэль, не тот, которому, автор книги Даниэля, а есть другой Даниэль, один из сыновей Давида, вот он считается тоже безгрешным. Всяком случае, согласно одному изменению, здесь вроде Талмуд так заключает, хотя не очевидно это бывает, получается, даже когда люди абсолютно праведные, и все равно они умирают, потому что это общая Гизера. И вот дальше приходит Талмуд, как я сказал, к этой общей схеме, тот, кто скажет, что такой-такой-то согрешил, он ошибается, имеется в виду, что если полностью принять буквально этот грех, как описано в Библии, в библейских источниках, в Танахе, в отличие от того, что какой-то грех, конечно, был, но имеется в виду, что грех был гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. И вот многие из этих утверждений, они на самом деле не по всем мнениям, и иногда в других местах Талмуда мы видим, что не все с этим согласны, но я вот приведу те несколько примеров, которые на нашей странице, а потом уже завтра будем обсуждать следующие примеры, там Давида, Шлома и так далее. Значит, на нашей странице упоминается в том числе, что Рубин, мамаш, не согрешил прелюбодеянием, не то, что он переспал с наложницей отца, с Билхой, а только передвинул кровать. Это известное мнение, которое приводят многие комментаторы, что то, что говорится, что Ваишкав, что он, не имеется в виду, мамаш переспал, а имеется в виду, что он сделал так, что теперь Яков, как будто прервал отношения Якова с его наложницей, и это считается, как будто он ее бы испортил тем, что переспал. На его уровне так засчитывается. Есть еще попытки объяснить сам стих, так некоторые от Венецкого Гаона тоже приводят от его имени, что можно сам стих по-другому расставить запятые, и получится, что Рубин ничего, собственно говоря, особенно не сделал, просто помешал отношениям Якова с его наложницей, и когда услышал это Яков, и поэтому только было 12 детей у Якова, иначе бы родился еще ребенок. Во всяком случае, это, значит, первое здесь из истории, из утверждений подобного типа, что мамаш, не было в этом греха прелюбодеяния в том, что сделал Рубин, это было что-то меньшее гораздо. Следующие люди, про которые говорится, что они не были так уж грешны, это дети Эли. Эли это был первосвященник, которого описывает Танах в начале книги Шмуэля. Это был тот первосвященник, который сначала благословил хана, и у нее родился потом Шмуэль, позже он стал учителем Шмуэля, и говорится, что у него были дети, которые были негодяями, и в результате погибли его дети. И потом он и сам умер, когда узнал новости о том, что ковчег был похищен, да, святой ковчег был похищен хилистимлянами, то он упал со стула и тоже умер. Вот это вся история в начале книги Шмуэля. И там описывается, что грех его детей был в том, что они спали, опять же, опять, да, то же самое слово, да, они, значит, спали с женщинами, которые туда приходили в храм приносить свои приношения. У женщин много разных приношений после родов, например, а они их, значит, использовали, этих женщин. Так вот, мнение здесь Талмуда, что на самом деле это не было, опять же, мамаш при любодеянии, они просто тянули время, и пошли, видимо, слухи, что эти женщины там изо дня в день спят и кочуют, да, не могут оттуда уйти, пока не принесут их жертвы. Они оттягивают это, и из-за этого кажется, что наверняка, да, про них пошли слухи, что они этих женщин используют для отношений. Но что интересно, то есть другое мнение похоже, что только один из них на самом деле, да, что все-таки один из них был грешен, но не оба. Их звали Хофни и Пинхас, этих двух детей Эли. Это, конечно, другой Пинхас, не тот Пинхас, про которого мы читаем в Пятикнижье. Да, был другой Пинхас, потомок тоже, потомок Коэнов, который был сыном Эли. Так вот, по второму мнению, Пинхас в действительности не имел этого греха отношений с женщинами, которые туда приходили. Значит, Хофни все-таки имел, а Пинхас его не остановил, и поэтому ему это так засчитывается. Так вот, здесь тоже очень интересное место, где Раши спорит с нашей гирсой Талмуда. Считает, что какая-то ошибка верпичика вкралась в нашу гирсу Талмуда. С чем это связано? С тем, что слово, которое здесь используется в книге Шмуэля, они трактуют, что оно написано определенным образом. Знаете, ведь еврейские слова, да, можно писать часто по-разному. У нас нет одного стандартного способа писать. Это называется Милой Хосе. Полный способ и короткий. Короткий – это когда Юда и Вавы не пишутся обычно, а полный – это когда они пишутся. То есть гласный У, О выражается буквой Вав, а гласная И – буквой Юд. А можно писать без Вавы и Юда. Поэтому одни и те же слова могут быть, даже бывают в одном и том же стихе. Слово дважды написано по-разному или, в основном, в близких стихах. Так они здесь учат из слова Маверим, что написано оно таким образом, как будто можно читать что-то про одного человека, а не во множественном числе. Значит, только один из этих двух детей, Элли, действительно занимался прелюбодеянием, но второй не занимался. И Раши спорит с этим и говорит, что на самом деле у нас в Танахе написано таки не как здесь учит Талмуда, он говорит, что вообще это ошибка переписчика. Но что интересно, то Софот здесь, известный очень то Софот, который приводит множество примеров других, что у нас Талмуд учит одним образом, что написано, допустим, что-то с Вавами или Юдами или что-нибудь подобное, или без них, а на самом деле в текстах Тора не так, в текстах Тараха не так. И тут есть очень длинный глион Ашас, так называемый, Робекки Вейгер, он написал много комментариев к Талмуду и других разных книг, но вот то, что у нас на странице Талмуда, это называется просто пометки к Талмуду, обычно они очень короткие. Большинство пометок Талмуда, Робекки Вейгера, вот даже на следующей странице, если вы посмотрите, это обычно будет просто смотри там, смотри сям, на какие-то места, в Талмуде или в Раш или в Тософот, просто делают небольшую пометку, что смотри еще что написано, это как бы поможет тебе в понимании того, что написано здесь. Очень полезные комментарии, вот кроме Вильнинского Гаона, пометок Гра очень часто изучают также глион Ашас. Но вот в этом месте, на странице Нунхей Амудбет, на нашем Дафе, очень длинный глион Ашас, он приводит один за другим, пример за примером, гораздо больше, чем Тософот. Вот еще примеры, где хазать что-то даршин, а у нас это не так в наших текстах. Это все, чтобы доказать, что все-таки есть прецедент, что бывает, что Мессора противоречит мнению бавилонских мудрецов Талмуда. В смысле, Мессора наша, которую мы следуем в записании свитков Торы, свитков Нигилы и вообще Танаха, если пишут остальные книги библейские, письменные, то обычно следует то, что называется Мессора. Мессора – это мудрецы Тиверии в основном, мудрецы Северного Израиля где-то времен тысячи лет назад. Основная Мессора, которую мы следуем, был такой Бен Ашер, великий мудрец, который был очень большим специалистом по текстам имена Торы, по четким текстам. И есть вот книги Мессоры, которые занимаются такими деталями, типа, это слово, допустим, появляется пять раз с буквой Юд, но три раза, допустим, без буквы Юд и тому подобное. То есть они вот все это подсчитывали и говорили, где какое слово, как писать и как читать. Бывает, что это гласные тоже они занимаются. Гласные они, конечно, в текстах Торы не пишутся, но тоже важно знать, чтобы произносить правильно. Вот, например, старый вопрос. Некоторые люди, когда читают Паршу про Амалека, они считают ее дважды. Зехер Амалек и Зейхер Амалек. Это почему? Потому что ашкенадские евреи произносят церий, гласные две точки, да, произносят как Эй. Правда, многие румынские и польские евреи, они вообще произносят ее как Ай. Но я говорю сейчас про литовских евреев, они ее произносят как Эй. А Сеголь, то есть три точки, они произносят как Э. Поэтому Зехер Амалек, это как будто написано с тремя точками. А Зейхер Амалек, это как будто написано с двумя точками. Вот, это потому что вот такие вот различия. Но вот в гласных различий, конечно, может больше появиться, потому что гласные вообще не пишутся в текстах. А вот в согласных это реже, но и в согласных есть немало различий. Иногда мы видим из других источников тоже, например, Таргум, переводчик на арамейский Видно, что переводил как будто текст немножко другой То есть в текстах были какие-то различия, нет сомнений, что наши тексты, они, как говорится, не perfect Не то, что у нас стопроцентная гарантия, что каждая буква в Торе точно такая же, как была тысячи лет назад Мы знаем, что есть какие-то диспуты, и немало таких диспутов, и в Масоре, и в Самой Основная книга, которую мы сегодня следуем, написали, которая называется Минхадшай Был такой Равьедидия Норций, и он собрал все на базе разных свитков и на базе разных Масор И в том числе были вопросы, которые почти не имели решения до сих пор, есть различия свитков Торы Например, Дака, вот это пресловутое слово Дака, как писать пацуа Дака в книге Дворим, в главе Китайце Писать ли Далет Кав Алэф или Далет Кав Хей Большинство свитков пишут, и так, заключение Равьедидия Норций, писать через Хей Но Любавичи пишут через Алэф и приводят много примеров, есть письмо Уйбашского, Ребет, тоже последнего Насчет того, сколько свитков Торы старых написано через Алэф Большинство шкинацких свитков, похоже, писали через Алэф Всяком случае, это вот один из известных диспутов, но это не единственный диспут такого типа Вавы и Юды очень часто есть диспуты, почти в любой главе Торы, если посмотреть Минхатшай, есть примеры, во всяком случае, ситуации, где была неуверенность Пусть даже какое-то решение было достигнуто, но это не значит, что все свитки всегда одинаково писались И вот, в частности, примеры, которые приводят здесь Рабрики Вейгер, он в основном связан именно с правописанием слов Реже, конечно, значение слов будет различным, гораздо реже В одном месте про Шимшона есть какие-то Мидраши, которые вот как-то Софот приводит, возможно, было 40 лет упомянуто как-то, а не 20 лет его управления Во всяком случае, есть какие-то места, где, может быть, было даже различия больше В одном месте, кстати, в текстах наших Танаха есть различия даже в слове, в книге Мишлей между целым словом Да, цедек или эрец должно быть написано Два совсем разных слова И также есть в одном месте, где целые стихи в перечислении, там, границ племен, колен, да, там есть в племенном месте Где, возможно, в одних изданиях даже целые стихи есть, а в других нету Но это уже совсем редкая ситуация В целом случае, в пепсиди-книжьях, которая сохранилась лучше остальных, там различия в основном на уровне букв все-таки только Вавы, Юды Есть история одна, которая в советском Танамуде сохранилась в некоторых Мидрашах Что нашли три святкаторы в самых святых местах, да И по ним оказалось, что у них уже были различия А если по большинству уже тогда было там различия насчет того, как писать слово «хи» и «ху» Да, известно, что слово «хи» в основном в пятикнижья пишется как «ху» И только есть некоторые исключения Но вот были различия в святках Торы насчет этого исключений Потом там «на рейб на Исраэль» было по-другому написано И еще «мионай локей кедем», да, через «хей» или без «хей» не писать слово «маонай локей кедем» В общем, есть, там было три различия в этих святках Торы И пошли за большинством отношений всех этих Я просто хотел вам все это рассказать, чтобы вы знали, что в принципе Это не такая уж большая проблема И как Гра тоже пишет в разных местах Что наша мессора действительно противоречит нередко словам «хазаль» Еще бывают случаи, когда писать ли слово слитно или отдельно То есть два это слова или одно Бывают такие различия тоже И что вот То, что заключает Талмуд, например, в трактате «Хулин» По отношению к написанию определенных слов Кажется, кедар-лаомер, например Вот там есть различия между мессорой и тем, что заключает Талмуд То есть такое бывает Бывает Это не исключение Это скорее есть такое изредка Что в каких-то местах вкрались какие-то различия Когда меня спрашивают этот вопрос Многих это поражает Что как может быть наш святой святок Торы Как там могут быть различия Я считаю, что наоборот Нужно удивляться и восхищаться тем, насколько хорошо сохранилось Ни у какой другой нации, у которых есть свои святые книги Не сохранились они так точно, как наш святок Торы Особенно пятикнижья Что у нас различия в основном уровне букв, которые почти нету разницы в отношении того, что значат эти слова Но если посмотреть на то, как, например, христиане сохранили свои книги Или там мусульмане, там даже сравнения нету У нас очень хорошо сохранили, наоборот На удивление хорошо Тем более, что по Захару в каком-то смысле считается, что и то, и другое святое Что уже, может быть, были разные версии в разных духовных мирах у святков Торы Во всяком случае, идея, что могут быть различия между тем, что с Лихойра говорят хазаль И что у нас практикуется в написании по массоре тиверских мудрецов Какие-то различия небольшие есть Как я сказал, то Сафот здесь и Рабеки Вейгер приводят немало из этих примеров И вообще этих примеров очень много И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк А на следующем уроке мы поговорим про других великих людей Которые, согласно этой судье Талмуда, не так уж грешны были, как кажется, на первый взгляд Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!